14 мальчишек и девчонок из 1-го Б-класса 3-й школы на занятия по плаванию обычно приходят в сопровождении классного руководителя. В этот же раз понаблюдать за успехами детей смогли и родители. Они за тебя болеют. За тебя кто сегодня болеть пришел? Мама и папа. Год занятий не прошел даром. Даже те ребята, которые вовсе не умели плавать, сегодня с легкостью преодолевают 25 метров дорожки на спине. Она, во-первых, научилась плавать. И плавать хорошо, кстати. То, что мы на морях плавали, она еще, грубо говоря, по-собачьи и чуть-чуть. А здесь уже полностью на спине. И так и глубины не боится. Демонстрировать умение держаться на плаву ребятам несложно. Экзамен на воде все сдали на отлично. Во время открытого урока по плаванию казусов на воде не произошло. Правда, несколько раз некоторые ребята глотали воду. Она смешана с солью. Она не вкусная. За качество воды беспокоиться не стоит, говорит руководство бассейна. Жидкость круглосуточно подвергается фильтрации. Если хотите, я вот прямо сейчас могу выпить 200 грамм воды снесу. Тут никаких проблем. Все нормально. Мы спустились в подвал бассейна и убедились, что хлор для обеззараживания воды не применяется. Лаборанты для раствора используют обычную поваренную соль, вываривая ее до нужной консистенции. Мы готовим гипохлорид для обеззараживания воды в бассейне. А чем гипохлорид отличается от обычной хлорки? Он щадит кожу и в небольшой концентрации это практически безвредно даже для детской кожи. Стоит отметить, что полезные для здоровья ребят занятия плаванием обходятся родителям в 450 рублей за 12 роков в месяц. Класс экспериментальный. Суть этого эксперимента заключается в том, чтобы начать обучение детей плаванию не со второго класса, как это в обычных школах города, а с первого. И не один раз в неделю, а три раза в неделю. Успешная реализация проекта будет способствовать не только появлению новых имен в спорте, говорят педагоги, но и тому, что здоровых и закаленных детей в Губкинском станет больше. Галина Корочкина, Сергей Макарчан, Новости Губкинского.